всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и сегодня продолжаем с вами исследовать изучать оправдание не веганов людей убийц труппажоров которые не хотят становиться веганами и находят всякие отговорки отмазки оправдания ну или задают вопросы веганам на который якобы они не смогут дать ответ или он не приведет их к веганство но на самом деле приводит если человек откроет сердце истине которая есть любовь свободы и бессмертия по списку и адвин торсы это землянина проповедника из англии которого я уважаю по-братски да в сфере веганство по крайней мере уж точно по его текстом которые мы с ольгой застенографировали из его видео записи но не есть и книга но ведь на английском и на русском не нашел перевода вот он такое как-то выпустил не знаю в отдельной книге есть эти 30 оправданий ли это мы делали с видео который так называется и некой неким каналом авторами азам есмь зерно духа был переведен они тоже выпускать всякие переводы вот и мы эти этот перевод с этого ролика стенографировать ну и сегодня очень известные мне кажется среди по крайней мере же веганов труппажоры может многие сами не знают о такой отмазки да но звучит она следующим образом гитлер тоже был вегетарианцем или я знаю одного злого вегана ну или со мной лично да может быть злой веган поступил нехорошо я с радостью и удовольствием ссылаюсь на тексты еда их чтение мне он тоже что-то доформировал в голове какие-то мысли которые надо напрягаться самому доформировать да ты хоть как как это собака да все понимаю но сказать не могу только лаю и вот когда мы друг друга слушаем читаем назидаемся и не изобретаем велосипеда уже просто мы все проходили свою школу институт да после того как ты везде отучишься спирантуры попадаешь уже потом в сферу где тоже сам что-то изобретаешь уже ты свободен ты все что мог познал дошел до верха там ты можешь что-то сам еще до изобрести получишь какое звание кандидата или даже доктора или профессора здесь тоже самое есть уже школы институты познания есть истины так скажем поэтому в принципе ничего нет плохого что мы друг у друга назидаемся конечно в концовке все должны стать сами совершенными учителями зрелыми душами познавшими истину любовь свободы и бессмертия ну и давайте разбираться с гитлером и злыми веганами на самом деле все намного проще в том плане очень любит я думаю что пажор вот так потирает ручки а поймали веганов но все чепуха это все отговорки не творить добро творить зло и действительно они все логично и здравомысленно с добрыми намерениями в пух и прах разбиваются мудрыми веганами да а ты знаешь что гитлер тоже был вегетарианцем в этом вопросе сразу несколько ошибок сейчас мы их разберем и вообще однажды я имел дело с веганом который некрасиво со мной вошелся поэтому я не хочу быть веганом ну или вот так звучит вопрос ну и причинно-следственная связь из этого вопроса что раз так бывает я не хочу быть веганом да из всех оправданий которые слышат веганы это наверное самое абсурдное ну или одно из самых абсурдных но тут с этом я могу согласиться вроде как она самая азрость стороны одной из самых мы уже сколько с вами разобрались у нас по списку который идет 21 она не единственно абсурдное давайте сначала разберемся с гитлером давайте некоторые источники сообщают о том что гитлер был вегетарианцем однако есть и другие которые опровергают это заявляю что это была лишь часть пропаганды тут так прерваться это все что сказала по крайней мере в своих вот таких вот видео записях которые мы вот стенографировали может в книге что-то больше но я когда стал этот вопрос изучать никаких источников может есть какие-то может в англии есть какие-то я не знаю я русскоязычных каких-то источников о том что гитлер был вегетарианцем кроме вот такой вот чепухи вы когда в поисковике в россии яндекс знаменит да мы им пользуемся но по сути google выдает такую же тебе русскоязычную информацию да раз ты сам русскоговорящий человек я ничего умного не нашел я нашел только вот такие вот перемалывание воды в ступе то есть вот эти одни статьи где там или труппажоры на веганов наезжают или веганы дают ответы просто эти слова фигурирует там в текстах видео выходит вот кто-нибудь освет ролик запишу выложу кто-то на мой ролик попадет достоверного источника о том что кто-то свидетельствует что гитлер был там идейным тем более каким-то вегетарианцем тем более из любви к животным не вы смотрите я вам сказал что несколько в этом утверждении вопросе а ты знаешь что гитлер тоже был вегетарианцем во первых для того чтобы до гитлера интересно когда были вегетарианцы веганы всю жизнь мы с вами же в этом вопросе касались во первых люди от создания мира были веганами да бог создал идеальный любвеобильный мир в котором никто никому не причинял страдания не убивал и роль всего живого было продолжать это это бытие благу бытие не творя никому зла отворя только добро проявляя свою сущность любви это раз и поэтому всю историю от первых песен всю историю человечества были веганами поэтому в вопросе а ты знаешь а вы такой вопрос как бы задали вегану до гитлер еще буквально сто лет назад отсчитав от сегодняшнего даты 24 12 2021 года вы какой это было бы оправданием у вас сто лет назад не стать веганами когда вы берете собственный нож на кухне идете на задний двор убивать теленка ты бы тоже задавался тем вопросом а я знаю что гитлер был вегетарианцем или ты на другого какого-нибудь человека павшего ниже дна пробившего всякое дно до в ненависти ко всему божьему творению кроме своих они же они же тоже любили любящих была жена не были друзья как бы он их там не называл да у него не было детей у гебельса полно было детей многодетная семья человек просто исчадье ада это имеет значение получается нет любит любящих и грешник иисус правильно сказал и грешники любит любящих это никакая не заслуга и это не любовь хотят слова употребляется вот меня час слышать это никакая не любовь если в человеке пребывает сущность любви энергия любви любовь никого ни на что не делит тебе любовь либо есть либо ее нету а это все просто страсть тоже что за что-то такое либо за сексуально выдает от слова тоже когда ты говоришь там страсть либо уж за что-то совсем помраченное там мамашка аж там до пены и до сумасшествия трясется за своего ребенка там как и есть такие случаи да или какой-то мальчик там готов ночами не спать под окном любимый да они есть доказывает что-то и бросится в омут с головой якобы ради любви до чепуха конечно ли по ее указу броситься со скалы из небоскреба доказав что он ее любит да то есть дурь полная зачем доказывать человеку собственной смерти что ты любишь его если потом эту любовь не сможешь проявлять подохнув да поэтому здесь самооправдание она не на все времена значит она не истина истина то что есть это то что всегда было есть и будет это природа благо бытия который всю жизнь окружает человечество мы часть этой природы она внутри нас мы и в ней и и она внутри нас гитлер тоже был витрианцем никаких нормальных источников я честно нашел если вдруг появится какой-нибудь трубожор и действительно какой-то там источника раз люди вот типа того же самого и да это еще также по цепочке ему доверяют труппожор доверять своим цепочкам да там лишь бы оправдать свои убийства машин сами убийцы им очень выгодно оправдать убийцу или сослаться на убийцу будучи сами убийцами да как раз это как раз вам-то гитлер самой предки-то годится ваш вы целыми днями говорить я просто расскажу такую информацию которую я точно знаю который не скрыт если вы загуглите эту информацию я тоже источников не буду давать я уже давно я просто интересовался вопросами заметить они мне в голове осели даже не готовясь к этому видео я говорю ни от кого не секрет муж я это из открытых источников просто черпал тоже не могу сказать их достоверность но когда фашистская германия тогда нацистская польшу взяла без боя да и дальше там продвигалась набила в сторону если востока через беларусь там на россию шла до захватывать то в польше что оказывается тоже шикарные там леса все это и природа и вроде как вот немцы стали в польских лесах разводить вот этих это прям видео я фильм смотрел даже какой-то то есть видео съемками как они там да даже уже много снимали кто знает там вот эта олимпиада известная во времена как раз вот этой второй мировой войны там шла то есть тогда уже не знаешь мы все видим гитлера или сталина воочию как они выглядели уже не на каких картинках а то даже камер тушу когда первое видео камер появился я уж тоже чуть не помню я когда-то интересовался и такой информации да ну все в голове не удержишь особенно информация которая тебе постоль поскольку нужно вот но все же то есть парада выступления пожалуйста и америки море заснет напрямую заснета как этом кеннеди убили дату снимали что да это тоже что там них парад или шести праздник какой-то был американский или городской не знаю не суть важно пожалуйста там реально даже фильм да как взять вспоминаю какой-то смотрел вот сняты на эту тему ну там не там конечно немали не о теме в поле а поляках а то что это в польских лесах зубров разводили они хотели и там я вам сейчас кратко скажу там идея была не хотели они тоже знаете как сейчас майк тайсон кто слышал отвалился от веганства я не любитель вот этих постов когда там звезд особо репостит они вот ими такие же зожники он отваливший сел там вроде как он там веганом был да сейчас он там жрет он говорит теперь я буду есть только диких убивать и есть диких животных что в них бычья сила уже псих сам настоящий вот вам пример и вот вот она чем они там занимались они тоже решили что они будут выводить хотели вывести и там целую рабораторию все развели стали выводить вот именно древнего зубра чтоб прям как вот не динозавров хотели там вывести естественно что вот в россии тут недавно волна было как всегда ничем не закончившись по поводу вольерной охоты и они там вот этим занимались они там и своих завезли еще откуда и таких и там пытались их водить пока охотились убивали этих по моему там даже гитлер не раз приезжал на это так называемую лабораторию что там они охрадили все там какие-то польские заповедники вот эти все все там показываю прямо на съемках вот поэтому какой там гитлер мог быть вегетарианцем это же такая чепуха исполнен был вегетарианцем но наверное все движение то нацистское было вегетарианцами его слушались беспрекословно и все идеи нацистма принимались безусловно уж он наверное бы если бы он был идейным вегетарианцем это как-то проповедовал так скажем известные люди все-таки как-никак если да вот с этим имеет такой за собой в лице труппажоров не дать недостаточек да они все-таки об этом заявляют возьмите там павла дурова нашего русского кто меня слушает основатель контакта сейчас создатель телеграмма вегетарианец не скрывает этого не тоже там рьяно проповедует но хотя бы действительно этот его у них собственные он все с этим ассоциирует не из посты и высказывания до личные в книгах в своем там все пишет да то есть он вот я вегетарианство человек и он себя с этим прямые источники на его ресурсы да пусть вы скажете современные но вот именно и они может быть останутся навсегда его истории это прямо впишет в его биографии потому что есть книги будет по нему биографии писатель ссылайся возможно до его страницы уж такой человек вот именно уж если дуров то нам не останется небезызвестным в истории это уж того же самого айти мира уж про гитлера вы каждую мелочь бы знали чепуха когда там вырывают где-то вот из этих и уж безусловно если этот человек и был вегетарианцем вот трупажоры мне такое личное не помню да ну конечно не все писали тоже разное под роликами в постах где-то он был максимум кем это зожевцем как всегда называющим себя просто вегетарианцем или веганом чужготе вегетарианцы муж вами эту тему как раз предыдущем видео окончательно разобрали кто не смотрел посмотрите предыдущие 20 оправданного ответ на вопрос как раз был и почему век что такое вегетарианство почему недостаточно по жизни надо стать веганом что-то вегетарианство если уж вегетарианство веганство многие зожники себя просто называют ими осознанно неосознанно так скажем согрешаю в этом уж порочит веганство и людей вводит заблуждение являясь чистой воды зожниками уж даже те кто ты что эти трупажоры да что там гитлер был вегетарианцем а первых они думают что они в чё-то высокое тыкнули вегетарианство в принципе не высоко само по себе тоже порой вегетарианцы просто кто не 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 потребляет там млекопитающих части тел все вот его вся его высота это раз и во-вторых основная масса из вегетарианцев это зожники не делающие этого чисто из вреда здоровья все ну бочком у них идет они могут даже сами заикнуться вот или это в общем определение вегетарианство хоть что якобы изоэтически что там не убивать но когда он отваливается от вегетарианство из-за проблем со здоровьем или разочарование в этой информации его эти 20 процентов там этики никак не сдерживают спокойненько снежным комом катится на дно ада вот и все возвращаясь на свою блеотину вот так вот так что по поводу гитлера все это сейчас еще поговорим и это действительно логически достаточно мудрый человек мудрец можно сказать современности да сейчас мы еще тоже поговорим по поводу вообще даже и сейчас мы придем даже если это так было даже если даже если ну в принципе да все закрываем я надеюсь тема всем понятно был он не был это вообще это можно знаете на мертвых можно как говорится все списать до любые неудачи любые проблемы корпорации разоряются государства да вот такие все на мертвых можно все списать они уже и против ничего не скажет и за ничего не скажет туда можно и хорошее напихать чего не было мы любим очень идеализировать каких-нибудь демонов прошлого очень частенько да и наоборот все плохое туда можно засунуть все эти размышления о прошлом честно ссылки они история это 95 процентов лжи там правды была вторая мировая было это все вся правда которую мы можем с вами через 70 лет после ее там ну приблизить начало окончания не уберем эти пяти лет этот промежуток не суть важно да вся правда которому достоверно знаю что она просто было все остальное что будет читать это ложь и ложью погонять там правда вы найдете опять внутри этой до информации еще пять процентов вот это все что до нас правда доходит историю пишет победители пишите с каждой со своей стороны почитайте американскую интерпретацию так скажем всех этих событий английскую европейскую китайскую японскую она нельзя мировую в россии люди тоже такие недалекие думаю что вторая мировая это вот великое отечественное это разные вещи вообще весь мир полыхал это и зимбабве одни туземцы с другими воевали когда ссорятся большие братья внизу все начинают свои проблемы выяснять это по всему миру полыхало между там какие-то конфликты вплоть до семейных которые долго не разрешались и тут можно их палкой разрешить кто глубоко вдавался я считаю что это же достаточно глубоко в такие вопросы вдавался я сам за голову взялся это был дурдом такой и нам уж такой предстоит будет еще и третья мировая вот кто конечно воочию опять увидит это такая это такой ад на земле начинается что просто караул хотя многие спокойно пляшут на этом аду до показывали те же самые видеосъемки как в германии первые три года успешной кампании вот этой второй мировой войны внутри германии все было отлично рестораны казино кафе тихая спокойная жизнь на улицах до мамашки которые послали своих детей думали что они идут там тоже родину защищать до них лет мы не что мы от что мы не знаю что это мы за верстами такими занимаются или мой сын не занимался да они там спокойно жили обычной жизнью мирное небо над головой до ад у них начался когда уже все дела плохи были вплоть до все же до берлина дошло вот а так по посмотрите съемки сорок третьего сорок четвертого даже еще в германии что мирное небо обычная жизнь счастливая деньги сколько людей и корпорации частников мелких обогатилась на этой великой отечественной поднялось посмотреть чем занимались все промышленники вот так вот ну ладно немножко отклонились это молодец я у меня за это к нему респект уважок что несмотря на иногда вот им не желание вообще что там отвечать на всякую дури да если в этом смысл он все-таки это делает и давайте сначала действительно разберемся с гитлером некоторые так это мы с вами разобрали в два предложения что одни так а другие опровергает все это вообще не 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 достоверно все да и слова вегетарианец это вот ну давайте предположим что он все-таки был вегетарианцем и причем я тут добавлю опять давайте предположим и слушайте я конечно не знаю это опять как от меня слышите часто это слово про когнитивный диссонанс я уже вам тоже постоянно говорю да то есть не состыковки вот эти что мне слово то вылетело антиномии до противоположности но давайте конечно предположим что гитлер действительно человек никто не скрывает что он просто исчадие ада это душегуб всех времен и народов конечно везде стоит на они все там на одной стали на которых сейчас вспомним муссолини и все на свете наполеон и так далее да вот они все конечно стоят то на одной ступеньке понятно они хоть и воевали даже с друг с другом да это это два брата акробата там на последнем кругу ада пятки себе жарит понятно и почему я говорю как можно вообще представить если у кого-то укладывается до голове но мы конечно такую гипотезу сейчас рассмотрим у меня конечно не укладывается что мы предполагаем что даже действительно гитлер был каким идейным этичным вегетариан то есть не убивал животных не потреблял продукты получены посредством убийства живого существа из принципов этики добра морали любви к этому живому существу если у кого-то это укладывается зная его жизнь если вот у такого труппажора в голове не возникает никаких ничего коротких замыканий как это возможно зная его жизнь он сам же хочет притянуть а сейчас это правильно буду говорить сделать связь что ты гитлер и вот вы веганы да а уже не ходя и убийца значит все веганы негодяи хотя это не закон логики это опять просто выказывает тупость труппажора который это пытается привести ничего вообще в жизни не понимающего давайте предположим я не знаю как максимум хотя в моей голове естественно даже гитлер мог быть вегетарианцем зожникам в скобках которых сейчас минимум 80 процентов среди вегетарианцев и 50 процентов среди веганов ну давайте предположим что это так ну и что задача такого аргумента это все правильно говорит ассоциировать веганство с гитлером намекая на то что люди которые становятся веганами или по крайней мере вегетарианцами связывают себя в той или иной степени с нацистской диалоги с убийством людей там с превосходством расы да и прочее прочее всей идеологии майн кампа нацистской нацистской риторики в любых причем народах на самом деле но сегодня в частности рассматриваем гитлером но если подумать даже если гитлер и был вегетарианцем опять это еще раз об этом в истории есть еще огромное количество диктаторов и здесь можно добавить расширить слова это убийцы негодяев живодеров душегубов инквизиторов в религиозной среде серийных маньяков убийц да кого угодно которые не были вегетарианцами и ели животных причем это основная масса упереться в одного гитлера как трупажор убийцы не может понять что ссылаясь на аргумент что если даже гитлер вдруг каким-то образом непонятно по каким явно не поэтичным методом мира только зож может был его туда мог затянуть в общество якобы формально вегетарианцев а уж не знаю веганов вообще как по идее можно затягивать хотя и розожники затягиваются что ты люди которые всеобщую любовь к животным проповедуют они просто там отказ продуктов млекопитающих там трупов до кусков то он один тогда ты можешь еще еще найти такого а тебе веган в ответ накидает вот такую бесконечную картину мира где все диктаторы серийные убийцы маньяки живодеры душегубы инквизиторы были трупажорами ты бьешь себя своим же аргументом ты такой же значит если ты не веган такой же тем более вот именно уж слава богу и ума у них не хватило придумать что он веган а мы вообще веганы а веганы нормальные настоящие достигнут достигнувшие совершенству я группа на по-хорошему они от вегетарианства скажем отстраняются и еще и проповедует еще и мозг выносит уж недостаточно просто там не убивать или не потреблять продукты там млекопитающих или креса там крупно рогатого скота или там еще кого-то в эту группку добавили нет веганство это всеобщий во всех сферах жизнедеятельность человека любви к животным проявляющийся ну и это я уже все это сказал он прямо говорит этой муссолини кто не знает это итальянский диктатор собрат гитлера а то мы все гитлер да гитлера муссолини италия с германией объединены были в этой части два братца акробатцы на а то думают что только и германия была в то время такой сдвинутый по фазе вот из-за таких вот лидеров нет муссолини пожалуйста точно такой же а вот это муссолини стали ну я вам без имен просто обрисовал картину мира тогда понапихать можно такое количество имен что голова поедет да все и даже просто правители порой возьми просто перечисляя уже хватит любых маньяков перечисли всех времен народа все туда попадут это люди точно не были вегетарианцами уж точно не были веганами вот им то что их уж какие еще источники ну и что тоже такого никогда не слышал чтобы сказать что сталин там вегетарианцем был кавказец да поэтому если вы считаете что не нужно становиться веганами там я не знаю то ли перевод неправильно я по-своему переформулировал вчитывался не мог понять мы прямо по тексту то ли перевод был на азу есть неправильно как-то сделан в торопях прочитали я немножко по-своему передал потому что смысл там именно этот когда прямой стенограмма какая-то немножко там неправильно там переслушал сам что-то там видимо ази есть накосячил ну это я вряд ли неправильно выразился но мы такая потому если вы считаете что не нужно становиться веганом потому что гитлер был вегетарианцем тогда и не будьте убийцами трупожорами то есть если ты хочешь страниц не хочешь быть веганом потому что гитлер был вегетарианцем и ты не хочешь быть вегетарианцем Вот им тогда веганство вообще даже оставим в стороне. Ты не будь убийцами-труппажорами, ведь Муссолини и Сталин оба были такими. Я говорю, там был вообще неправильный перевод, он остался в оригинале, я здесь переправил. Я думаю, что это именно об этом говорил, там как-то переведено все. Я 15 минут читал с предложения, слушал перевод, а есть что-то там намудрили. Вот смысл такой, о котором я уже вам сказал. Еще раз добавляю, просто кто-то может будет слушать. Вот, если внимательно слушать, увидите какую-то немножко непонятинку. Смысл такой, да. Если ты вот Гитлер, вегетарианец, значит я не хочу быть вегетарианцем. Значит Сталин был труппажором, значит если тебе не нравится Сталин, как душегуб, или Муссолини, или прочее, любой, возьми инквизитора, эстерилигиозный человек, возьми серийного маньяка, если ты обычный, там, ни к чему себе, никаким всеобщим, всем мировым, там, мировоззрением, не относящий, вот этот маньяк, убийца, труппажор, ну и не будь таким тогда. Тогда у тебя веберкем стать. Тут, кстати, тоже эта мысль как бы преследует, особенно, у Гитлера планку только не поднимали до вегана, все это, я убежден, что все это, конечно, это либо придумки, либо он был максимум зожником, и не ел мясо, только по причине проблем каких-то со здоровьем, и кто-то сказал, что вот надо мясо, может, там, врачи посоветовали, какие-то друзьями, зожники такие же, и он просто отказался, да, вот и все. Это единственное, что могло быть правдой. Поэтому веганам не стать причиной у тебя вообще нет, потому что в истории ни одного, вот только Гитлером тыкают про вегетарианство, а так, ну, найди источник хоть одного вегана, человека, проповедующего и веганство именно из любви ко всему живому и растительному миру. Тогда тебе придется, чтобы не быть похожим на всех этих негодяев, стать веганом. Вот это как бы такое пытается сказать. И я с ним полностью согласен, если уж вот все вот это по цепочке. Но мы с вами много говорили об этом. Я надеюсь, те, кто меня слушает, у вас радости мир на душе, что на все эти глупые, тупые вопросы, оправдания действительно даются светлый, добрый, логичный, умный ответ. Ну, не то, что подумав, тут я не хочу даже веганов укорить. У него самого, уча, учись, и до всего достигай. Не сразу и все практикуй, и будет опыт нарабатываться. Я тоже как-то собака, да, я мог просто покусать, вот и сказать, да ты дурак, да, что за глупости ты несешь. И как это на своем тоже поговорить, да как это вообще может уложиться, что Гитлер вегетарианец, там, и поэтичным соображением, если для человека жизни миллионов ничего не значили. Абсурд. Он может на что угодно ссылаться, на какое-нибудь там письмо, чего-нибудь кому-нибудь написано, где-то там в архив кунт лежат, которые я никогда не увижу, а это уже просто черно-белые квадратики на экране в виде вот текста, как и вы читаете. Как говорят, бумага все стерпит, сейчас экран все стерпит, сейчас можно написать, столько фейков создать. Скоро уже вот это, сейчас видео вот это создается, любого человека лицо можно подставить, не отличишь. Скоро кого захотят в порошок стереть, куда-нибудь и в порнуху подставят, чтобы оболгать там. И вот Гитлера лицо напялит, или наоборот, Гитлера, так скажем, оживят, где он где-нибудь говорит, я веган, да. И все. Вот одно. Чистое сердце мерило истины. Если человек с каким посылом пытается жизнь познать, сославшись на убийцу, оправдать свое убийство, ты кого себе в защитники ты берешь, это ты на него, получается, равняешься как раз. Ты питаешься, веган не на него равняется, это ты равняешься. Он там, мало ли, какая у него дурь в голове, он псих. Как его можно вообще в пример приводить? Да мало ли, что это псих сделал. Да может, он 10 копеек кому подал. Что теперь, никому милостыни не подавать? Ну какая дурь. Это дурь. Все вот эти аргументы, все эти вопросы, это дурь. Дурь глупых людей от невежества и бессердечия. И всегда она будет их выдавать. И вы не бойтесь, и не стесняйтесь, и не пасуйте перед ними никогда, перед трупажорами. Если даже не можете ответить каким-то умным, вот таким еще довести человека, вы знаете, что веганство это любовь к животным. За это и топите. Есть время, возможность, если это переписка бывает, подумайте, поищите информацию. Вы так можете поискать, на мой там ролик попасть. У нас все разложится. Мы часто ведем же дебаты активисты в переписках, в личных или под постами. Там есть время изучить любой вопрос конкретный. Если даже что-то подзабыл, я сам могу все это подзабывать немного. Прямо чтобы вот так думал. Слушай, я, конечно, знаю ответ. Вот хорошо, кому надо, пользуйтесь моей страничкой. В частности, по веганству. Вот ответ на вопросы. Здесь собран, получится большой список. Бог благословит. И вот продолжу этот плейлист, как я вам говорил, потому что Иисус и ты-ты-ты, и места буду из Евангелия разбирать, потому что апостолы и ты-ты-ты-ты, и буду все эти места разбирать. Такие же ролики, кстати, для христиан, которые будут с нехристами, хотя они себя такими называют христианами, тоже будут дебатировать, дискутировать по поводу веганства в Христе. Вот так вот. Я надеюсь, что вы убедились. Это просто супер. Можно было даже ролик тормознуть, но уж не будем тормозить, да, по поводу... Потому что это очень похожие ситуации. А можно, кстати, и, наверное, разделить. Слушайте, а давайте разделим. Закончим, передохнем. Потому что очень часто на Гитлера ссылаются. Очень часто. Я здесь на страничке просто две ссылочки добавлю. Потому что даже будущее, она тут будет, как бы, тоже на два. Но их делить можно и не делить. А здесь я две ссылочки. И на канале у меня будет, и здесь, на этой странице. Я уже значок видео слепил, но я его как раз переделаю. А то там не лепится. И Гитлер не лепится. Там маленький он тогда получается. Теперь вы увидите, кто этот ролик смотрит. Другой значок. Придется переделать вот так его. Во всю красу поставлю на весь значок. Потому что очень часто, действительно, я видел, да. И мне, может, где-то писали. Я уж не найду, может, там, комментарий. Вот эту вот чепуху. Вот будет отличный ответ. Сбросите мой ролик. 30 минут, я думаю. И самим будет легко, быстро переслушать. Можно, конечно, тайм-кодами еще делать видео. Ну, пусть так будет. Значок можно будет покрупнее сделать. Может, где-то будет на Ютубе лучше ранжироваться. Я здесь, может, делить даже не буду, чтобы там поэдовским не разбивать. И пусть это будет в одной страничке. А видео давайте разделим. Такой вот ответ. Я надеюсь, он вам и всем поможет. Кому-то дать, как говорил апостол Петр, церкви, да. Дать твердое обоснование того учения, в котором вы все наставлены были когда-то и возросли. Да благословит вас Бог всех мудро и верно проповедовать. И действительно приводить людей к добру, к свету, к благости, к счастью. Через вот это вот раскрытие внутренней любви ко всему творению Божьему. У меня на этом все. Пока-пока. Ставьте ролики, делитесь, ставьте лайки и делитесь обязательно этими роликами у себя в соцсетях. Пусть видят. Пусть люди видят. Пусть они где-то ранжируются. Через поисковики еще больше будет тогда выдача, если у вас есть. Перезаливайте мои ролики. Можете их перезагружать себе на канал. У меня открытая лицензия на Ютубе. Никакого вреда вашим каналам. Я даже не буду вредить. Я это публично заявлял. Что даже если кто-то там хейтить будет меня или что-то там мусолить, как Муссолини живодерствовал людей. И что-то там какие-нибудь злые ролики писать там с моими, ну знаете, да, с подкастами там опровергать. Мне конечно выйдет в Ютубе. Он мне покажет, что кто-то пользуется там или фрагментами из моих видео. Я обещал в этом ролике еще раз публично обещал. Обещал в общем ролике об этом заявлял, чтобы все видели там в предисловиях, когда я к трейлеру каналу. И здесь еще раз повторяюсь, раз об этом говорю. Я никогда никаких авторских прав не заявлю. И канал ваш каким-то там жалобами не буду доставать. Ну и более того, Ютуб сейчас настолько все смягчил, что там просто претензии посылаются. Если человек удалит, там даже раньше было жестко все. Канал могли прям резко закрыть. Сейчас как-то немножко эту жесткость убрали. Больше милосердия нам Ютуб все-таки проявил. Ну это правильно, да. А то прям все, один пожаловался без всяких там. Там тяжело было оправдать что-то. Сейчас все попроще. Вот поэтому можете перезаливать куда угодно. Их девать, куски нарезать, если уж там вот. Тут я длинно наговорил. Уже время тянется, уже 40 минут. Может, какими-то кусками может кого-то заинтересует. Все, у меня на этом все. Всех по-братски. Люблю, целую, обнимаю. Давайте светить и распространять кругом себя свет, в котором есть любовь. До встречи в следующих роликах. Следующий ролик будет как раз вот. Меня обидел злой веган. Нехорошо со мной поступил. Поэтому я не хочу быть веганом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok